всем привет это онлайн школа смитап и сегодня у нас будет особенный гость это высокобайльник по биологии миша толдонов и на этом таком мини интервью мы узнаем историю подготовки миши и какие то лайфхаки для получения такого высокого балла и давай немножко с тобой познакомимся расскажи пожалуйста немного о себе как тебя зовут из какого-то города чем увлекаешься помимо учебы чтобы ребята имели представление о нашем особенном гости как ты сказал же меня зовут миша толдонов я из города белаярский кантомансийском округе вот но из увлечения наверно я только на гитаре играю но помимо учебы так за последние два года подготовки ну правда все время отдавал учебе поэтому только вот гитара осталось а долго играешь на гитаре ну да где-то с класса третьего наверное углу где-то так мы кстати с тобой близко живем мы жили я жил в ноябрьске в енау до на вебинарах рассказывал вот это здорово давай тогда перейдем уже таким вопросиком более насущным расскажи им почему вот как ты решил сдавать именно биологию вообще потому что я хочу на врача поступать вот поэтому выбрал химбио направление до этого меня прям войти рвало я прям хотел игры создавать заниматься анимациями всем таким а потом как-то подумал так типа блин врач это очень круто тем более у меня мама это врач бабушка дедушка врач врачи и дядя врач ну и просто вот я как бы на них смотрел и думал блин они по сути знают как работает организм знают вот это все до мельчайших подробностей и это правда круто потому что ну условно если у твоих родственников люди тебя какая-то болячка будет ты сможешь помочь и себе им до семейное дело уже это медицина типа да а как вообще проходил выбор предметов то есть я знаю что некоторые медицинские они требуют еще и там вступительные и иногда четвертый предмет это профильная математика или ты выбирал вот три конкретных насчет профильной математики я долго думал сдавать ее или нет потому что в какой-то момент я короче был в смене в сириусе на смене в декабре где-то на программе по генетике и мне это настолько понравилось нам показали лабораторию вообще мы занимались обработкой днк и я такой думаю блин биотехнологии это круто и подумал блин может мне тогда биотехнологии а там нужна профильная математика и тогда я решил что ну буду сдавать ее тоже в итоге я вот сдавал четыре предмета и какой-то момент все все же я передумал в сторону медицины окончательно и вообще не готовился к профильной математики ну то есть ну в принципе так сложно к четырем сразу верю охотно верю были ли у тебя какие-то любимые учителя или вдохновители вот насколько понимаю для тебя именно родственники стали таким важным триггером чтобы определить свою путь может был кто-то еще но в основном наверное все таки родственники и друзья изучили учителей это наверное как раз преподаватели в сириусе потому что на то как они давали материал мне прям вот но захотелось эту сферу идти вот типа того ну и просто да там коллеги по работе у родителей тоже я смотрю на них придумал блин это круто работать в такой-то сфере ну вот так вот ну да здорово еще если она активно развивается это давай еще поделись как вообще проходила твоя подготовка к экзамену ну я начну с ога это тоже я тогда начал когда когда готовится за полгода до экзамена и ну я сдал нормально его но я тогда готовился по бесплатным вебинарам из разных школ и подумал блин ну раз я вот так подготовился хорошо просто по бесплатным вебинар может быть если подписку куплю все нормально будет с вообще егэ я начал искать онлайн школу вот хороший вот наверное ну в десятом классе занимался в другой онлайн школе и что-то ну там я получил базу вот самую такую базу и по химии по биологии но вот в одиннадцатом классе когда в смитап пришел прям вот ну это душевно было то есть во первых мне очень понравилось я понял что хорошо что я начал заниматься с десятого класса потому что я вот как раз это база которая получила нам не очень помогала ну и в принципе вот то что последний год и занимался тоже ну блин в общем и целом хочу сказать что тяжеловато было два года все-таки подготовки этой это каждый день приходить домой после учебы заниматься домашкой а потом сидеть учиться еще дополнительно это было тяжело да согласен мало кто понимает что подготовка к экзаменам это реально очень трудно это долго это выматывающе и на протяжении вот этого долгого периода времени тебя еще может происходить выгорание как у тебя было по времени то есть сколько ты выделял часов в неделю допустим или у тебя была какая-то там система подготовки что ты вот понедельник отдыхаешь во вторник занимаешься среда отдыхаешь потом четверг занимаешься я себе составил расписание в google календаре ну поэтапно смотреть что и как мне делать и ну в день у меня ну я блин наверное больше шести часов готовился и на самом деле я чувствую что это не окупилось потому что вот так вот да потому что мне кажется в какой-то момент я просто переучился вот ну дошел до такого хотя мне честно нравилось то есть я не чувствовал какой-то мороки от этого да иногда было ну надоедало то что каждый день одно и то же но с другой стороны ты занимаешься тем что учишь любимый предмет а это круто вот но все же я думаю если бы я не так фанатично увлекался учебой то может быть результат повыше был бы хорошо а что значит переучился это словил выбирание какое-то или вот кстати насчет выгорания я за все вот эти даже два года подготовки ну как такового его как будто не испытывал может она проходила как-то но чтобы прям не не хотелось ничего делать или что-то вроде того у меня такого не было и переучил ну вот просто у нас был момент когда мы пришли в школу это уже учеба основная закончилась и были дополнительные курсы мы приходим на математику на русский и мы сидим и простые задания которые могут в течение года решали как орешки сейчас мы просто не могли их решить ну все перепуталось голове вот с биологией было так же то есть какой-то момент у меня просто из головы начали вылетать базовые понятия и я думаю блин а как так то есть я вот знал это весь год все два года а сейчас просто забыл а там вот ну правда самые банальные вещи забывались например ну например вот даже фотосинтез то есть банально или вот листопад кстати а какие причины у листопада и сижу думаю я вот ну правда не могу вспомнить ну или банально там строение клетки тоже иногда функции органоидов забывал хотя вроде всю жизнь ну не всю жизнь ну понятно да мозг имеет такую функцию не функция даже свойство как забывать что-то или он так подтирается что фотосинтез и так думаешь смотришь куда-нибудь вдали и что это что это когда-то было в голове здорово давай тогда еще расскажи немного почему для своей подготовки ты выбрал именно нашу школу вот онлайн школу смитап потому что я в прошлом году наверное я сидел с подругой дискорде мы сидели разговаривали она решала задание она готовилась как раз и мне просто стало интересно как она готовится она говорит вот на платформе смитап я думаю и в чем ну плюсы она говорит ну во первых я начала вывалила базу целую рассказала как это прикольно мне больше всего наверно понравилось то что система жизни есть и но она держит в тонусе как будто то есть ну ты знаешь тебе надо сделать это а еще ты знаешь что тебе это нужно они кому-то еще поэтому надо желательно делать качественно и с пониманием вот ну вообще мне платформа понравилась очень сильно даже ну сама по себе удобная понятная преподаватели крутые и ну все круто реально программисты старались чтобы комфортно и удобно как твое прошло первое знакомство со школой то есть как ты начал вливаться чем занимался вот легко было это или нет наверное вот я даже сейчас не вспомню но вроде я прям особых трудностей не испытывал потому что занимался до этого год до в другой школе вот так когда в первый раз вообще так начал заниматься было тяжело улице я сидел прям допоздна и думал ой ужас и что так каждый раз будет но когда более-менее темп выровнялся выровнялся то ну стало легче да и расписание когда стоял тоже легче стало и вообще в шоке что ты занимался расписанием гугл календаре да вот мало кто этим занимается вообще очень удобная вещь просто иногда столько дел появляется и они все в голове и ты думаешь блин ну как-то надо их расструктурировать чтобы понятно было хотя бы что делать а то ты можешь это забыть может это сделать неправильно или поторопиться или еще чтобы а когда у тебя четко расписание такой о ну сейчас я делаю то 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 но я тоже кстати когда-то готовился по гугл календарю и ненадолго хватило так недельки две максимум месяц это мой край был дальше ладно буду просто держать в голове хотя это одна из самых больших ошибок расскажи поподробнее как ты справлялся с волнением стрессом во время подготовки потому что многие именно ловят такую тревожку на фоне того что вот там за год надо столько всего успеть биология большая потом за полгода вот биологию я так не хорошо не выучил придется еще потом поднажать за три месяца вот все уже горит пора как у тебя это происходило и как ты боролся с этим стрессом но происходило точно так же то есть да в начале года у меня паника была типа блин учиться много а типа времени мало правда ну и даже наверное за месяц до экзамена когда прошли уже все я переповторял все по несколько раз я тоже думаю блин да я же ничего не знаю ну как я могу написать вот но наверное я справлялся с этим тем что просто учил и повторял то есть вот у меня была такая штука когда я иду по улице о дерево я пытаюсь как-то его классифицировать или ну представьте что внутри дерева ну вот условно или что-то типа того и когда у меня доходило доходило воду такого какой-то либо теме там анатомия чего-нибудь еще то я чувствую о я знаю эту тему все круто типа я готов и у меня стресса не было то есть но я чувствую я просто выучивал тему до конца и все ну или когда достижения какие-то были там вот в домашней работе сделал во вторую часть на максимум вот это круто было и рад был это здорово но как мы уже поняли у тебя какого-то такого сверх естественного выгорания от учебы не было то есть ты справлялся с этим может тогда расскажешь как у тебя вообще так произошло что не было его может у тебя были какие-то особые ритуалы отдыха какие-то техники расслабление может ты там расслабляешься играя в игры или гуляешь наверное мне кажется потому что мне нравился предмет нравилась подготовка и это вот основной фактор то что не было какого выгорания но тогда я расслаблялся как мог то есть если я чувствовал что прям все ну не могу уже вот на край я думаю ну все тогда завтра доделаю что-нибудь еще там досмотрю вебинар доделаю домашку и я просто или читал или играл да или просто на прогулку ходил вот вообще прогулки настолько освежают я прям когда начал гулять после нагрузки такой я возвращался домой свежий я думаю вот это да фантастика спасибо большое кто тебе помогал и поддерживал на протяжении на протяжении всего пути подготовки но это родители друзья вот родители когда я готовился сидел ну целый день в комнате учился они еду приносили это круто было друзья поддерживали морально типа ну блин ты готовился целый год как ты можешь сдать на низкий балл или что-то типа того было вот насчет того что приносили еду мне точно так же было какие-нибудь фруктики чай вот пока я сижу что-то кропотливо пишу рисую это да очень заботливо спасибо нашим родителям давай перейдем к такому блоку как день экзамена расскажи о том как прошел этот день как ты себя чувствовал вот перед самим экзаменом так как это последний экзамен был то еще перед ним было куча времени чтобы отдохнуть я чувствовал себя поувереннее чем на остальных экзаменах но тем не менее у меня вот была такая ерунда что биологию я как будто знал уже чем химию но условно и я очень боялся что биологии напишу ну похуже чем химию но блин вышло даже наоборот день экзамена я на самом деле ну я до чертиков боялся но это все равно было меньше чем в остальные экзамена и я не знаю когда вот я пошел на экзамен я пошел с подругой и вот тоже просто как мы с ней общались по дороге экзамен но это успокоило наверно меня а были ли у тебя какие-то трудности или неожиданные моменты вот перед аудитории либо перед входом в школу может и паспорт оставил мало ли вот специально чтобы таких моментов не было как-то ну это не знаю прям паранойя какая-то у меня ночью сразу подготовился в стопочку сложил так все круто калькулятор взял ну круто было да калькулятор разве еще какое-то новшество в этом году я в шоке хорошо что он часто у абитуриентов есть из-за химии но у меня он еще вот такой вот был громадный типа бухгалтерский и нести его было тоже круто как прошел вообще сам экзамен то есть три часа 55 минут ты сидишь в этой аудитории помогите как у тебя это было вот чтобы не было помогите я решил что ну не буду типа просматривать прям подробно ким чтобы ну не видеть сложное здание о блин я его не решу или думать о нем весь экзамен но вот типа того и но я решил поэтапно прям делать я посмотрел пробежался глазами просто на наличие там ошибок всяких в печати и все и вот тестовая часть она прям я даже не заметил как решила потоки как будто был вот прям вот так вот во второй части уже ну блин были задания которые одно задание вроде которое мне попадалось раньше остальные все были на ней про расу людей где признаки надо определить вот это мне попадалось вроде остальные все задания я их не встречал и ну вот мне стало немножко страшно типа блин новые задания сейчас завалю и плохо будет но как-то я не знаю я посидел водички попил все хорошо стало и продолжил решать в этом году кстати несколько заданий были из прошлогодних либо из статграда прям насколько я помню там с нарвалами по моему да 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 есть что-то еще было сейчас не вспомню какие у тебя были эмоции когда ты увидел те задания что у тебя были то есть первая часть ее прощел как орешки вторая часть там местами была сложнее но вот насколько ты ее оценил от единицы до десяти по сложности 6 или 7 где-то так ну то есть если по пробникам там смотреть по уровню сложности пробников то это как ну такой средний пробник был вот типа того не особо сложно но и не супер прям легко но тестовая часть правда легкая была я прям ну удивился а наши пробники сложнее были да тогда я и думал то что на экзамене будет вот и все а там ну базу закинули ну вот да мы старались чтобы вам было проще не за что давай еще так что тебе попалось вот ну интересно в первой части может вспомнишь и по заданиям второй части просто так образно какая тема была из первой части я только одно задание помню вообще там ну были животные разные и было написано укажите я эти яйца кладущие млекопитающие и все ну то есть из всех заданий я почему-то запомнил только его почему-то я на нем застопорился ну там утконос был я его и выполнился вот во второй части задание про вот блин плохо помню на самом деле вроде про лемуров про их миграцию из континента из континента на континент типа как появились вообще их предки там и вот на нем я сидел долго потому что я думаю блин чего бы еще вписать там но я его и сделал не на максимум меня два из трех там баллов но я вписывал вообще все что вот у меня мозг вспомнил я все туда впитывал иногда даже ну не особо подходил по тему по этому есть связь и закинул а что было восьмой я помню я на ней чего-то завис хотя раньше генетические задачи решал прям ну очень быстро очень легко а тут сижу у меня вообще не сходится типа абсолютно и я помню что в определении у меня ошибка была ну типа в голове если представил что не так ну что то не так сейчас не помню не вспомню точно вроде это была какая-то какая-то гомозигота была короче вот и я такой думаю блин гомозигота может быть такая может быть такая а я ведь у меня в голове только один вариант я этот вариант вписывал и у меня не получается ну вот из этого я не помню точно конкретно как было но я под конец прям вот оставалось там пару минут до конца экзамена минут 15 наверное я такой о точно можно вот это и быстро удачно ну да на максимум это здорово я поэтому советую сидеть до конца то есть мало ли вас там осенит последние минуты экзамен пишите да а что было в двадцать седьмой там обычно биосинтез белка или вот мог встретиться хаги ваги вот этот но и но как раз хаги ваги не было я его научился решать вот прям хорошо так прорешал наверное за недели две до начала экзамена я прям уверен и был что вот любую подкинуть мне задачу я и решу там было со смещением нуклеотид и задача и снова я таки ни разу не решал я думаю блин но я такие не решал сейчас ошибку сделаю глупую какую-нибудь но они тоже нормально это кстати задача она бралась типа из двух разных один тип типа смещение и там мутации типа появляется они были разные по добавление удаление дубликация они очень старые они прям реально старые они еще были до того момента я не то чтобы древние но они были еще до семнадцатого года вот я не попадались и поэтому вот они решили видимо достать что-то старенькое соединить чем-то новеньким и получить такой вот смешанный формат а что у тебя было в двадцать пятом там обычно либо ботаника либо зоология либо анатомия вообще двадцать пятая не помню блин нет я не помню двадцать пятая помню 22 было про крысу про ее эпители и эпителиальные клетки и там факторы роста этого эпители и все такое вот двадцать пятую я вообще чё-то она из головы прям вылетела а в двадцать третий это продолжение двадцать второй ну ладно двадцать третье там чтобы вот как какие факторы вообще повлияли на рост этих клеток то есть там был график и на 48 часов вроде и был одна пиковая точка потом чуть-чуть чуть-чуть замедлилось и вторая пиковая . и вот спрашивалась как вообще ну почему так произошло и там вот ну взяли питательную среду взяли клетки эпителиальные и добавляли разные вещества и надо было указать три фактора вот связанных с этим графиком как такое получилось и задание с картинкой двадцать четвертая вот как раз она про раз и было угодно европе разного и у тебя были где-то ошибки насколько я помню ты сказал в лемурах минус балл был да у меня во второй части полностью правильные это только 22 27 28 а все вот эти вот задания которые такие прикольные у меня на два из трех только вторая часть тебе палась такой из-под ковыркой а в первой части были ошибки да вот одна ошибка в тринадцатом задании я не помню что там было я даже не помню что за формат тринадцатого задания посмотрел потом а там надо по картинке определить часть и я просто сейчас думаю ну типа как я мог ошибку там сделать но они в основном легкие же ну не знаю ну слава богу что она оценивается всего в один балл ну да хорошо давай тогда пойдем к следующим вопросам как ты себя чувствовал после того как вышел уже из аудитории после сдачи экзамена свободно потому что последний экзамен был я прям рад был пошел погулял вот купил шоколадку ну круто был вот а были уже какие-то там ожидания может и чувствовал что там вот такой балл будет плюс минус 70 80 90 95 не я вообще я не загадывал ну и не хотел предполагать чтобы потом ну вдруг балл будет ниже и вообще ну депрессия все тоска вот ну я рассчитывал что наберу больше чем на химии потому что экзамен решился как-то просто вот я вышел когда я думал ого ну типа я ожидал что сложнее будет намного а сколько по химии по химии 88 а по биологии 91 но биология лучше вышла биологии намного сложнее вот я тоже удивился наоборот видишь два года подготовки все-таки дали плоды давай далее расскажи как прошел у тебя день получения результатов может ты записывал там реакцию это было модно в этом учебном году то есть знаешь ставишь камеру и смотришь что у тебя там в общем у меня родители они смотрели мои результаты даже раньше чем я то есть они по математике узнали раньше по русскому узнали и когда я спал вот это было утро ко мне папа подходит я еще я сплю и он как уголит миша тебя по биологии 91 это круто теперь можно спать дальше в общем так и было очень даже мне кажется здорово что у тебя не родители может ли ты как-то описать свои эмоции кроме того что это опять лег спать который испытал и получение уже всех результатов то есть это то чего ты ожидал в самом начале своего пути или у тебя там было желание набрать еще побольше я вообще рассчитывал что наберу около 270 но я чуть-чуть не добрал то есть принципе я доволен результатом вполне себе но чувствую мог бы лучше а сколько у тебя по русскому по русскому у меня 83 но у меня в общем вышло 262 балла блин это очень высокий балл считаю за him bio ты молодец спасибо может ты еще что-нибудь посоветуешь вот как готовится к экзаменам ребятам чтобы не переучивались то есть всему свое время и не надо уделять учебе прям весь день и зазубривать и заучивать просто учиться до посинения не 6 часов да да то есть чтобы это было в удовольствие и чтобы ты под конец не был просто убитый ну более-менее нормальный свежий и мог бы пойти там погулять и допустим вернуться подучить чего-нибудь и все и спокойно лечь спать там ну что-нибудь такое ну то есть не уделять правда так много времени учебу потому что потом на экзамен можно прийти и даже если ты вроде не уставший то что-нибудь забудешь или фотосинтез забудется короче будет не очень а ну также нужно делать еще почаще перерывы даже если вы долго сидите отвлекайтесь там раз в часик хотя бы чтобы ваш мозг отдыхал периодически переключался задачу на задачу и давай еще поговорим какие вот правила обязательно нужно соблюдать если вы готовитесь конкретно к биологии я думаю это очень актуально может нужна какая-то система я не знаю наверное вот все таки распланировать день это прям профит огромный дает потом думаю ну я не знаю надо погрузиться в предмет то есть не просто так так сегодня у нас пять минут биологии и все и целый день мы они не слушаем то есть я когда активно готовился у меня даже вся лента в youtube была про биологию но там всякие видео про палеонтологию допустим про анатомию и они не то что образовательные были это был что-то типа научпопа и ну я просто знаешь в отдыхе перерывы смотрел и мне очень нравилось и ну там правда идет подкрепление знания чего-то нового узнаешь вот это очень удобно я тоже кстати очень любил научпок когда готовился еще сам может и какие-то еще дополнительные ресурсы использовал там методички может учебные материалы виде заполненных конспектов или у нас например мастер-группе есть эти чатные карточки визиты визиты как раз очень помогали в терминах потому что я потом начал сам себе создавлять квизлит и у меня вышло там на 200 на 300 карточек просто с терминами которые вот мало встречаются там и ну я запомнил вот эту квизлит прям очень помогают еще наверное научная литература тоже научпоп потому что ну я вот это я это понял только вот сейчас когда экзамен закончились я начал читать книгу про вообще строение мозга про его работу от вячеслава дубынина и там очень много было из того чтобы мы даже на курсе по биологии проходили и я думаю блин если я это прочитал вот во время подготовки к экзаменам то наверное это какой-то профит дало мне вот так надо собирать литературу чтобы параллельно еще советовать во время изучения каких-то блоков чинька понял и принял какие у тебя планы на будущее расскажи куда хочешь вот поступить какие специальности рассматриваешь может что-то не кроме лечебного дела вот вообще не думаю мне прям медицину тянет очень сильно именно на лечебное дело вот говорил что на биотехнологии хотел но потом она как-то отпала ну просто я не знаю мне очень прям захотелось в медицину и вот до сих пор хочется прям очень сильно вот поступать в питер в павловский университет или в алмазовский но я не знаю вот куда пройду потому что там чулы у них баллы прям очень-очень высокий трехсот бальников прям очень много доверю но если если что ждем тебя в питере давай еще вот немножко ты получается из небольшого города только у вас там население 20000 ну мы по цел поселкам раньше были вообще а у вас есть какая-то там вообще подготовка может точно нет у нас оффлайн все я уже ну то есть просто проводят курсы в школах и все да и то прям супер выдающихся учителей которые там готовят или олимпиадников или еще кого-то у нас нет ну самый обычный такой город маленький да сложно ладно в принципе у меня по всем вопросам больше нечего там добавить может у тебя есть что еще рассказать ребятам рассказать наверно нет могу пожелать пожелать вот ну чтобы добивались своих успехов даже несмотря на очень сложные трудности прям через терник звездам ой обожаю эту фразу но это же последнее время прям постоянно слышу и она запала спасибо тебе большое за такое интересное полезное интервью я уверен что наш сегодняшний такой разговорчик он поможет многим будущим ребятам подготовиться на высокие баллы они ты для них будешь примером и удачи также тебе в поступлении не за что обращайся всегда готов тебе подсказать что-нибудь помочь и поддержать другим же ребятам вам тоже большое спасибо за просмотр не забудьте нажать лайк колокольчик и до новых встреч пока пока пока